Хотите начать сегодняшнее мероприятие? Мне очень приятно приветствовать вас всех на территории нашего университета, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. И то мероприятие, которое проводит фонд «Глобальная энергия» на нашей площадке, не первое. Для нас это один из значимых партнёров, одно из очень значимых мероприятий, которое проходит на нашей территории, именно «Молодёжный день глобальной энергии». И мне хотелось бы от имени руководства, наш ректор, к сожалению, на настоящий момент занят, поэтому он поручил произнести, что мы выражаем благодарность за то, что руководство фонда «Глобальная энергия» поддерживает партнёрство с нами и сохраняет такие доброжелательные к нам отношения. Я хотел бы отметить для тех, кто недостаточно детально знает работу данного фонда, данной мировой премии, премии, что она проводится уже с 2003 года. Патронажем всей этой деятельности является лично президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, и по его фактическим предложению в 2003 году была создана именно вот такая премия. Таких премий в мире, ну, можно посчитать на одной руке количество. И такая российская премия, она, в общем, является высоко значимой среди профессионалов в области энергетики. В этом году лауреатами премии стали следующие учёные. Это один, это российский учёный из Сибирского отделения Российской академии наук Валентин Пармон за прорывную разработку новых катализаторов в области нефтепереработки и возобновляемых источников энергии. И вообще все эти премии фактически показывают прорывные направления в области развития современной энергетики. И ясно, что лауреатами становятся выдающиеся мировые учёные, которые действительно сделали, ну, неоценимый вклад в совершенствование, развитие именно мировой энергетики. Ну и очень важно, что в рамках такой премии создана молодёжная премия с тем, чтобы привлечь к деятельности в области энергетики молодых, талантливых, растущих учёных, ну и даже вот школьников. Поэтому сегодня мы имеем возможность послушать отобранных молодых учёных. Это из Новосибирска Игорь Сергеевич Анофриев, который работает проектом по применению и использованию дешёвого низкокачественного топлива. Это проблема не только даже российского всего мира. Дальше Дмитрий Николаевич Солнцев из Нижнего Новгорода, который работает в проекте по созданию плавучей атомной станции. И вы знаете, что, опять те, кто близки к этому, что для нас крайне, для России, прежде всего, крайне важно использовать подобных вещей на заполярном круге, конечно, плавучие атомные станции нужны и там, где недостаток других видов энергии, там, где много Солнца, например, и нет гидроэнергетики. Это Евгений Владимирович Титов из Барнаула с работой, посвящённой созданию технических средств защиты, компьютерном моделировании электромагнитного излучения. То есть это соединение энергетики и достижений компьютерных и информационных. Поэтому я хотел бы предложить вам именно внимательно рассмотреть разработки молодых учёных, а им пожелать, чтобы это была только первая ступенька, и в дальнейшем они бились и за настоящую большую премию. Спасибо. Спасибо. От лица «Глобальной энергии» я бы хотел поприветствовать всех участников данного мероприятия, которое проводится в стенах Санкт-Петербургского политехнического университета. Также очень мы рады, что мы вернулись на эту площадку спустя там, по-моему, лет пять прошло, после того, когда мы были здесь последний раз. И хотел немножко рассказать о нашей премии, что она из себя представляет. Премия «Глобальная энергия» была учреждена, хочу немножко поправить, Владимира Викторовича в 2002 году. А вот первое вручение её состоялось как раз в 2003 году. За это время лауреатами премии стали 34 лауреата из 10 стран. Большинство, конечно, представляет Соединённые Штаты Америки и российские учёные. Ну, также есть Япония, Великобритания и от других стран. Премия вручается за научные разработки в области энергетики. И на неё номинируется довольно большое количество номинантов. Процесс у нас проходит в течение года. По итогам года в рамках Питерского международного экономического форума мы вручаем эту премию. В 2016 году, как сказали уже ранее, лауреатом стал Пармон Валентин Николаевич. И 17 июня будет церемония награждения в рамках форума. Вот это то, что касается премии. Кроме премии у нас также реализуется ряд программ, связанные с молодёжным сектором. К ним относится энергия молодости. Это общероссийский конкурс молодёжных исследовательских проектов в сфере энергетики. Он проводится с 2004 года. Конкурсы допускаются у нас учёные до 35 лет. Победителями в данной программе стало за это время 191 молодой учёный из 51 региона России. Привизовой фонд за это время был реализован в размере 35,5 миллионов рублей за всё существование конкурса. Сегодня перед вами как раз выступят победители 2014 года. Представят свои проекты. Они как раз закончили реализацию и доложат о конечных результатах. Что у них получилось в рамках этого. Грант у нас выдаётся на один год. Мы его реализуем. И в принципе, из последних, то, что мы проводили в опросах, среди ребят, которые получили гранты, выделенные, они иногда говорят, что очень мало денег надо на реализацию, и иногда мало срока. Но руководство, партнёрство рассматривает эти вопросы. Возможно, в дальнейшем это будет немножко шире по временным рамкам, и, возможно, будет увеличение суммы по грантам и увеличение числа самих грантов. Сколько мы выдаём? Сейчас мы выдаём просто три гранта, победители трёх. Кроме этого, в рамках нашей премии реализуется также новая программа, это «Энергия старта». Она стартовала, была реализована в 2015 году, и победителями этого конкурса стали ребята, которые тоже присутствуют здесь. Впервые мы представляем такую площадку для этого. Конкурс проводится в двух категориях. Это школьники седьмых и девятых классов и школьники десятых классов. Но в этом году мы на ваше обсуждение выносим ребят, как победителей, которые победили в первой категории. Это седьмые и девятые классы, а десятиклассники у нас в... По-моему, Маша, скажи. Десятиклассники поедут в августе на форум «Энергия молодости» в Екатеринбург. Да, вот. Большое спасибо, Маша. Ну, вот, в принципе, что представляет наша премия. Сейчас бы я хотел, наверное, показать фильм нашей компании, как раз о премии «Глобальной энергии», где как раз будут преддемонстрированы все лауреаты «Глобальной энергии» за тот временной фактор, который был. Простите, Александр, может быть, я несколько слов скажу? В фильме я уже видел. А, вы видели. Но это, возможно, другой фильм, потому что у нас множество... Мы уже вчера показывали. Да? Хорошо. Так, дорогие друзья, я взял слово для того, чтобы вас приветствовать от имени попечительского совета Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. И должен сказать, что выбор площадки в виде политехников нашего города это, по-моему, разумное и правильное решение по трем причинам. Первое. История нашего ВУЗа так сложилась, что главной задачей, которую решались на протяжении 110 с лишним лет существования ВУЗа, это была энергетика. Значит, когда решался вопрос относительно электрификации всей страны, знаменитый план ГРЛО, то большинство ученых политехнического института, как он тогда назывался, приняли в этом участие. И вот если всей программой ГРЛО академик Ржановский по поручению правительства занимался, то северо-западная зона Советского Союза это проект выполнялся под руководством члена-корреспондента Российской академии наук впоследствии Михаила Андреевича Шателена. Полагаю, полезно запомнить эту фамилию, потому что это первый электротехник России и первый создатель кафедры электротехники в Ленинградском электротехническом институте. А потом он перешел к нам на работу. И, значит, многие годы до конца своей жизни, значит, был сотрудником политехнического института. Второе. Так опять судьба сложилась, что либо сотрудники, либо выпускники политехнического университета приняли активное участие в создании, мы будем говорить так, «Счета России», я имею в виду атомную и водородную бомбу. Достаточно напомнить такие фамилии, как... Ну, с кого начать? Курчатова. Нет, думаете, с Курчатова надо начинать? Я бы начал с Иоффи. Это потому, что профессор Абрам Федорович Иоффи, работая здесь в политехническом, проводил семинары по физике, и в этих семинарах приняли участие в будущем трижды героя социалистического труда. Значит, Александров, значит, это самое Курчатов, это кто у нас еще такой? Духов. И... Нет, Щелков. Ченкур. Так. И, значит, таким образом мы можем говорить, что из высших учебных заведений нашей страны самый главный вклад внес политехнический. Институт в прошлом, сейчас университет. Это, значит, касается атомной энергетики. И, наконец, третье. Я-то по профессии гидроэнергетика. И мне особенно приятно рассказать о таком эпизоде вам. Значит, вы знаете, что на протяжении уже многих-многих десятилетий проходят так называемые знаменитые всемирные выставки. Они проходят раз в четыре года в разных странах. Так вот, в 20-м веке последняя выставка была в Лос-Аламусе. Нет, где он? Короче говоря, в Соединенных Штатах Америки. И Оргкомитет этой выставки всемирной образовал комиссию, которая должна была определить, какое же сооружение, какое же, значит, вот изделие, какая же там, скажем, конструкция и что, так сказать, в материальном плане было сделано великое человечеством. После долгих раздумий, значит, эта комиссия приняла решение, что самое главное это Осванская плотина. Но там не столько плотина, сколько гидростанция Осванская в Египте. Ну и после этого, когда я вот узнал об этом, я возрадовался. Почему? Да потому что главным инженером проекта Осванская плотина является выпускник Политехнического института, член-корреспондент РАН Малышев Николай Александрович. А главным строителем тоже сотрудник Политехнического института, раньше выпускник его, Радченко Георгий Александрович. Так что вот я оправдываю выбор вашей площадки вот такими историческими эпизодами. Спасибо. Ну Юрий Сергеевич неудобно было говорить про себя. Он вообще академик Российской академии наук и руководил вообще научным планем многими нашими российскими крупными гидростанциями. И Красноярская, Савино-Шевшинская. Спасибо. И еще маленький календарь. И школа здесь создана. Это для руководства молодого программы. Или у вас это проект называется, да? Но дирекция, да, у нас? И проявление нет. Это партнерство. Партнерство. Так, я пять лет сидел в Международном комитете по присутствию. В курсе вы, да? Мы знаем, да. Я как раз работал с 2004 года. Как раз вас знаем. Спасибо. А сейчас, наверное, можно посмотреть фильм о глобальной энергии. поставить все-таки. 2002 год. Брюссель. Саммит Россия-Евросоюз. Президент России Владимир Владимирович Путин официально объявил об учреждении премии «Глобальная энергия». Финансовую поддержку взяли на себя ведущие энергетические компании страны. Одним из первых к проекту подключился «Газпром», чуть позже «Сургутнефтегаз» и федеральная сетевая компания «Единой энергетической системы». «Глобальная энергия» первая и авторитетнейшая мировая научная награда в области энергетики. Самые яркие события глобальной энергии уже стали частью мирового энергетического календаря. А открытия лауреатов премии меняют по лучшему жизнь людей на планете. 2003 год. Санкт-Петербург. В Константиновском дворце прошло вручение первой в мире персональной премии в области энергетики. Лауреаты премии Академик Геннадий Месяц из России Профессор Ян Дуглас Смит и профессор Ник Холаньяк из США Открытие профессора Холаньяка сегодня служит основой большинства энергетических установок во всем мире. Академик Геннадий Месяц получают авторы проекта ИТЭР Международного экспериментального термоядерного реактора Японец Масаджи Йошикава Француз Роберт Аймар И россиянин Евгений Велихов С 2003 года лауреатами премии стали 34 ученых из 10 стран Великобритании Германии Исландии Канады России США Украины Франции Швеции и Японии Мировая значимость премии признана самыми влиятельными мировыми лидерами Среди них экс-президент США Джордж Буш-младший экс-президент Франции Жак Ширак премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон премьер-министр Японии Шинзо Абе и другие Правом выдвигать кандидатов на сейскание премии обладают 3000 ученых из 83 стран мира 2007 год Премию получают россиянин Владимир Накаряков британец Джеффри Хьюитт и исландец Торстейн Сигфуссон Профессор Сигфуссон не только приручил исландские гейзеры но и превратил свою страну в экологически чистое водородное общество 2003 год автобусы на водороде 2005 водородные автомобили 2020 год первые в мире морские суда на водороде а через 20 лет страна полностью откажется от невозобновляемых топлив 2010 год Лондон умнейшие люди мира отвечают на сложнейшие вопросы человечества британское издание The Guardian предложило своим читателям задать вопрос лауреатам премии глобальной энергии и членам международного комитета по ее присуждению в считанные дни в газету поступило несколько сотен вопросов диалог с учеными с успехом разлетелся по всему миру материал The Guardian перепечатали более 400 изданий 2011 год самые энергоэффективные лауреаты премии глобальная энергия Филипп Рудберг из России и Артур Розенфельд из США академик Рудберг автор низкотемпературного плазматрона устройство способно возжигать даже самые токсичные отходы и превращать их в чистую энергию благодаря этой технологии маленький город с населением в 30 тысяч человек может обеспечить себя 40 процентами необходимого электричества только переработкой мусора Артур Розенфельд гуру энергоэффективности например окрасил крыши в белый цвет и сэкономил на кондиционировании энергоэффективные стандарты Розенфельда приносят США более 100 миллиардов долларов экономии в год и эта цифра продолжает расти 2012 год лауреаты премии родный Джон Аллом Валерий Костюк и Борис Катергин создатель лучших в мире жидкостных ракетных двигателей РД-180 двигатель успешно используется в американской космической программе в частности при запуске ракет Атлас Россия и США заключили договор на поставку 101 двигателя 67 из которых уже успешно поставлены в США 2013 год глобальной энергии удостоен академик РАН Владимир Фортов и японский химик Акира Йосино профессор Йосино изобретатель современных легких и компактных аккумуляторных батарей на них сейчас работает большинство ноутбуков и смартфонов глобальная энергия это не только премия чтобы вовлекать в энергетическую науку разные аудитории и разные поколения организаторы премии учредили порядка 10 программ Энергия Старта мотивация старшеклассников к освоению профессии энергетика Энергия Молодости общероссийский конкурс молодежных исследовательских проектов в области энергетики Энергия Прорыва премия в 1 миллион рублей за лучший стартап в области энергетики Энергия Пира международный конкурс журналистов на лучшую публикацию на тему энергетики Энергия Мира ознакомление общественности с последними мировыми энергетическими трендами Энергия Приключения путешествия по миру в поисках самых ценных энергетических историй Энергия Знания интерактивные лекции от звездных ученых специально для российских студентов Энергия Вдохновения для тех, кто рядом с великими учеными и вдохновляет их на открытие 2015 год Лауреаты премии на вершине мировой науки Лауреат премии Сюдзи Накамура из США пионер светодиодного освещения Его изобретение синий светодиод открыло новые способы получения чистого белого света Только в США переход к LED освещению сэкономит 300 тераватт в час электроэнергии и сократит ежегодные выбросы углекислого газа на 210 миллионов метрических тонн Джайант Балига автор биполярного транзистора с изолированным затвором важнейшие инновации в области распределения электроэнергии Транзистор профессора Балига позволил за последние 25 лет сэкономить свыше 73 тысяч тераватт-часов электроэнергии и свыше 6 триллионов литров бензина 2016 год Голосование членов Международного комитета завершено Вопреки всем прогнозам победитель один За прорывную разработку новых катализаторов в области нефтепереработки и возобновляемых источников энергии внесших принципиальный вклад в развитие энергетики будущего звание лауреата Международной премии «Глобальная энергия» удостоен академик РАН Валентин Пармон Валентин Николаевич Добрый день Александр Шохин председатель наблюдательного совета коммерческого партнерства «Глобальная энергия» Вам присутствована премия «Глобальная энергия» с чем мы все хотели бы вас поздравить «Глобальная энергия» Это, безусловно, подарок для меня для моего института «Глобальная энергия» Большое спасибо за внимание Мы очень рады, что вы познакомились с нашим фильмом Теперь у вас осталось более полное впечатление у премии «Глобальная энергия» А сейчас, согласно программе мы переходим к торжественной части к церемонии награждения победителей программы «Энергия старта» Пока ребята выходят в правую часть зала Я приглашаю Олега Сергеевича Ипатова В рамках конкурса в рамках задания чемпионата участникам было необходимо решить кейс посвященный стратегии развития топливно-энергетического комплекса России на период до 1935 года Ребята в команде «Батарейка» справились с этим заданием лучше всего и сейчас мы награждаем Награждается Маньков Семен команда «Батарейка» Награждается Шалупов Федор Награждается самый маленький член команды 12-летний Аристов Александр Большое спасибо Теперь ответное слово предоставляется Манькову Семену и Шалупову Федору Ребята расскажут, как они работали над проектом и что у них получилось Здравствуйте Во-первых, я бы хотела сказать Оргкомитету глобальной энергии большое спасибо за великолепную организацию мероприятия Тема кейса «Стретики развития топливно-энергетического комплекса России» до 2035 года очень актуальна в наше время так как Можно наблюдать существенный вред от традиционных источников энергии таких как от ТЭЦ выбросы углекислого газа в атмосферу от ГЭС риск затопления при прорыве плотины а от атомных электростанций риск техногенных катастроф с большим количеством человеческих жертв Кроме того, во всем мире наблюдается переход от традиционных способов получения энергии к основляемым таким как энергия солнца и энергия ветра В решении кейса мы полностью обосновали свою точку зрения в части перехода России на экологически чистые источники энергии в Краснодарском и Приморском краях а также в Мурманской и Сахалинской областях Считаю, что такие мероприятия очень помогают нам узнавать о новых физических процессах в частности о выработке электроэнергии В будущем полученные нами сейчас знания помогут нам решать важные для страны задачи и ставить перед собой амбициозные цели Благодарю за внимание Большое спасибо Итак, мы переходим к следующей части нашей программы выступлений победителей программы «Энергия молодости» 2014 года и начнется выступление Ануфриев Игорь Сергеевич Добрый день, уважаемые коллеги Мне очень приятно находиться сегодня здесь, в этом зале Хочу поблагодарить организаторов сегодняшнего молодежного дня Все организовано, на мой взгляд, на высшем уровне Очень хороший у вас оснащенный зал Современный Ну и позвольте, я перейду Кратко вам расскажу о результатах проекта Как уже сказали, мы были победителями конкурса «Энергия молодости» 2014 года И вот сегодня вам кратко будут представлены основные результаты, полученные в рамках данного проекта Мой проект был посвящен исследованию процессов при горении жидких углеводородов в присутствии водяного пара В настоящее время Острой проблемой является накопление огромных количеств опасных отходов производства и нефтепереработки Например, по данным Росприроднадзора За 2015 год накопление отходов от добычи сырой нефти и газа составило 7,1 миллиона тонн А от нефтепереработки 1,4 миллиона тонн отходов Задача утилизации таких горючих производственных отходов Как отработанные масла, смазочные жидкости, нефтяные шламы и других дешевых энергоносителей Упираются в отсутствие технологий, которые должны обеспечивать не только энергоэффективность но и отвечать современным требованиям экологической безопасности Для решения такой задачи требуется разработка принципиально новых способов и устройств сжигания на что, собственно, и был направлен проект Запустите, пожалуйста, видео Предварительные исследования, проведенные в Институте теплофизики Сибирского отделения Российской Академии Наук в городе Новосибирске На оригинальных горелочных устройствах показали, что добавление перегретого водяного пара приводит к резкой интенсификации горения Обеспечивается устойчивое воспламенение топлива Добавление пара приводит к газификации углерода, содержащих продуктов термического разложения топлива с образованием синтез газа или водяного газа Переход к так называемому сажепаровому режиму горения визуально фиксируется, как вы видели, по образованию яркого короткого факела Практически отсутствует сажа Температура в потоке достигает 1500 градусов Цельсия Изменяется состав продуктов горения Такие горелочные устройства могут оказаться перспективными как раз для утилизации некондиционных жидких углеводородных топлив Основное практическое применение, где такие устройства могут применяться это подсветка и розжиг угольных котлов тепловых электростанций оснащение водогрейных котлов, нагрев воздуха в производственных помещениях и сушильных камерах Использование подобных энергоносителей в данном горелочном устройстве позволяет решать ряд актуальных задач таких как проблему утилизации опасных отходов производства повышение экономической эффективности за счет вовлечения в оборот относительно дешевого топлива и снижение содержания токсичных продуктов сгорания, поступающих в атмосферу Основная идея данного метода заключается в том, что газифицируется не само топливо как это происходит в большинстве промышленных газогенераторов а продукты его термического разложения, в том числе сажа Причем воздух, топливо и перегретый пар подаются в горелочное устройство раздельно И вот как раз ключевая стадия данного процесса это паровая газификация она позволяет рассчитывать на достижение более высоких экологических показателей На данном слайде представлена характерная схема горелочного устройства Оно имеет достаточно простую конструкцию Состоит из цилиндрического корпуса с топочной камерой, куда натекает топливо То есть эта горелка, конкретно вот эта конструкция является испарительной Горелочное устройство содержит встроенный парогенератор который представляет собой форму кольцевой камеры Состоит из трех отдельных блоков Это бачок-испаритель, куда заливается вода Паросепаратор и пароперегреватель Соосно установлена паровая форсунка И важно тут отметить, что нагрев воды и перегрев пара в горелочном устройстве осуществляется за счет тепловыделения реакции от сгорания самого топлива То есть в этом смысле горелочное устройство является автономным И может использоваться для теплоснабжения удаленных промышленных и жилых объектов Например, где нет коммуникаций, таких как электричество и газ В ходе выполнения проекта в рамках гранта «Энергия молодости» исследовались основные характеристики процесса В частности, на данном слайде представлены измерения поля скорости во внешнем факеле горелочного устройства С использованием ПАВИ методики проводились измерения Мы видим, что поток существенно турбулентный Пульсации по модулю достигает порядка 34 метров в секунду Здесь также приведены средние скорости Проводилось измерения поля температуры В факеле этого использовались термопары платинородиевые И для качественной оценки применялся тепловизор с высоким временным разрешением Здесь представлены мгновенные термограммы Основной результат, который тут можно заметить Вблизи выхода из горелки изотермы имеют коническую форму Что характерно для диффузионного режима горения Что это означает? То, что выходящий из горелочного устройства поток газов содержит непрореагировавшие компоненты Которые догорают по мере поступления окислителей из окружающей среды И здесь мы можем видеть то, что максимум температуры в факеле достигается не в основании А на некотором расстоянии после выхода в атмосферу Также еще один параметр, который мы фиксировали в наших измерениях Это тепловыделение за счет сгорания различных топлив в наших горелочных устройствах Для этого был создан проточный колориметр Установка имеет достаточно простую конструкцию Состоит из пяти последовательных соединенных блоков Представляет из себя кольцевой канал Щелевой предназначен для потока теплоносителя А внутренний для дымовых газов И горелочное устройство помещалось в колориметр Колориметр позволял охлаждать продукты сгорания на выходе Вот здесь уже практически до комнатной температуры И значит основная методика заключалась в следующем То, что в стационарных условиях работы колориметра и горелочного устройства Измерялась разность температуры воды на входе и на выходе И после этого уже определялось количество тепловой энергии, полученной от продуктов сгорания Параллельно измерялся также состав уходящих газов На данном слайде представлены результаты основных компонентов Это оксиды азота, угарный газ и СО2 Видно, что содержание оксидов углерода на уровне 10 ppm И оксидов азота на уровне 30 ppm Что существенно ниже предельно допустимых концентраций Чтобы как-то подтвердить эффективность этого способа И сравнить результаты Были проведены испытания, когда вместо пара в горелочное устройство Подавалась струя воздуха Также он подавался в блоке парогенератора И проходя через них нагревался до той же температуры на уровне 500 градусов Цельсия На данном слайде представлены сравнительные результаты Для одинаковой мощности горелочных устройств У нас получается содержание оксидов азота при паровой газификации в 2 раза ниже А содержание угарного газа в продукт отгорания в 10 раз ниже Это один из основных результатов по экологической эффективности данного способа Здесь представлены основные публикации Которые получены в рамках выполнения проекта Это патент, статья в журнале Web of Science И участие в двух конференциях В прошлом году наша разработка была отмечена здесь в Петербурге Как лучший инновационный проект в области экологии и рационального природопользования В заключение сформулированы основные выводы, которые я уже озвучил Я, наверное, не буду на них останавливаться, чтобы не задерживать время У меня все, благодарю за внимание Большое спасибо, Игорь Сергеевич У кого есть вопросы? Можно мне? Скажите, пожалуйста, у вас тема заявлена экспериментально исследование способа А патенты у вас на устройство Значит ли это, что способ известен? Да, хороший вопрос Способ был предложен в нашем институте в 2003 году А это как раз горелочное устройство, которое реализует данный способ И вот мы на нем, получается, как бы исследователи характеристики То есть сама идея была раньше Спасибо У кого еще есть вопросы, коллеги? Вопросов нет Есть? Не вижу Задавайте, пожалуйста Спасибо за доклад Интересная у вас очень презентация У меня такой вопрос В ваших технических данных нигде не приводится состав топлива Состав топлива и его такие важные характеристики, как низшая рабочая теплота сгорания Правильно я? Не увидел? Не совсем Не совсем? Да, на данном слайде я приводил Мы проводили вот компонентный химический анализ Назовите, пожалуйста, какая теплота сгорания Я на первую часть вашего вопроса отвечу Значит, вот мы сравнивали по содержанию углерода в уходящих газах У нас порядка 0,86 кг на кг сгорающего топлива То есть практически весь углерод содержится в ЦО И сравнивали, значит, эти результаты с проведенным компонентным химическим анализом Использовало наше топливо В котором вот содержание углерода Что касается измерения низшей или высшей теплоты сгорания То у нас не было такой возможности где-то посмотреть Если вы имеете в виду какую-то калориметрическую бомбу и так далее Мы на нашем калориметре как раз вот измеряли Если интересно, там целая методика измерений Хорошо, спасибо Есть ли у кого-то еще вопросы? Не вижу Ну ладно, переходим к следующему докладу Солнцев Дмитрий Николаевич, Нижний Новгород Добрый день Меня зовут Дмитрий Солнцев Я из Нижнего Новгорода Из Нижегородского государственного технического университета Тоже бывший политех Как и Санкт-Петербургский, в котором сейчас мы находимся Позвольте представить вам наш проект, который мы реализовали благодаря некоммерческому партнерству глобальной энергии Которые выделили нам грант Сейчас расскажу, куда мы потратили деньги и что в итоге получили В настоящее время в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе ведется строительство первой плавучей атомной электростанции Академии Калмоносов Электрической мощностью 70 мегаватт Данный проект относится к числу инновационных проектов российской энергетики, не имеющих аналогов в мире Сердцем или энергоисточником такой плавучей атомной электростанции является реакторная установка ледокольного типа КЛТ-40С Разработанная в акционерном обществе АКБМ Африкантов Конструктивные особенности такой реакторной установки требуют теплотехнического обоснования Для этого необходимо детально изучить локальные гидродинамические массообменные характеристики, протекающие в этом реакторе Исследования и экспериментальные данные характеристик проводились на аэродинамическом стенде в лаборатории реакторной гидродинамики нашего института Стенд представляет собой аэродинамический разомкнутый контур, через который прокачивается воздух И состоит он из системы нагнетания и стабилизации воздушного потока, экспериментальной модели, также системы подачи отбора трассера и измерительного и программного комплекса Принцип проведения исследований заключается в следующем Посредством радиального вентилятора высокого давления поток воздуха подается в буферную емкость Далее, проходя расходомерное устройство и успокоительный участок, проходит через экспериментальную модель и выбрасывается в атмосферу Экспериментальная модель ТВС-реактор КЛТ-40С выполнена в полном геометрическом подобии Она состоит из шестигранного чехла, 78 цилиндрических твелов-имитаторов, 6 имитаторов стержней выгорающих поглотителей, а также 3 поясов дистанционирующих решет Исследование локального массообмена проводилось методом диффузии газового трассера, при котором в определенную ячейку экспериментальной модели подавался трассер и далее производился отбор его концентрации Для этого были изготовлены и спроектированы впускной и отборные зонды Для измерения концентрации трассера в газовоздушной спинсе использовался газоанализатор Контроль количества вводимого трассера осуществлялся регулятором расхода газа И для управления постоянным мониторингом экспериментальных данных разработан и используется программный комплекс ТРАССЕР-П Для измерения направления величины скорости, а также давления в пространственном потоке использовался пятиканальный пневмометрический зонд Чувствительная часть представлена на слайде Для снятия показаний с этого зонда в состав стенда включен блок аналоговых преобразователей давления И выходной сигнал с преобразователя давления поступает на базовый блок коммутации Agilent Также разработан программный комплекс Vector-S для фиксации и обработки экспериментальных данных Для обоснования представительности проводимых исследований необходимо соблюдение равенства местного гидравлического сопротивления натурных дистанционирующих решеток И дистанционирующих решеток экспериментальной модели Анализ результатов исследования коэффициента гидравлического сопротивления показывает, что выбранная конструкция и геометрические характеристики решетки в диапазоне чисел Рейнольца От 53 до 90 тысяч обеспечивают их необходимое гидравлическое сопротивление И по результатам исследований данный коэффициент получился равным 0,29 Для измерения вектора скорости потока теплоносителя в экспериментальной модели пятиканальным пневмопетрическим зондом Были выбраны три характерные области Это стандартная область, область вытеснителя и периферийная область По результатам распределения относительных скоростей в характерных областях экспериментальной модели ТВС и реактора КЛТ-40С Определено, что во всех ячейках экспериментальной модели поток теплоносителя преимущественно носит осевой характер Значение поперечных составляющих вектора скорости в данных областях не превышает 5% Следовательно, с точки зрения изучения локальных гидрономических характеристик Наибольшую ценность для практического использования имеют аксиальные составляющие вектора скорости Определено, что в центре стандартной ячейки существует ярко выраженное ядро потока, имеющее треугольную форму Значение аксиальной составляющей вектора скорости в данной области на 10-20% выше среднерасходной А в области вытеснителя и в периферийной области данное значение на 20-30% ниже, чем в стандартной ячейке Для определения характеристик межканального массообмена в экспериментальной модели В характерных областях газонализатором измерялась концентрация трассера Как по сечению экспериментальной модели, так и по длине По результатам распределения концентрации трассера по длине и выходном сечении ТВС реактора КЛТ-40С Сделаны следующие выводы Посредством механизма турбулентного переноса часть поперечного потока теплоносителя из каждой ячейки Переходит в соседнюю, смешиваясь при этом с основным массивным потоком Дистанционирующие решетки, состоящие из пластины, не приводят к интенсивному перемешиванию потока теплоносителя Так как распределение пропанового трассера в поперечном сечении экспериментальной модели Охватывает область не более 11 ячеек вокруг точки инжекции Для определения значения и характера изменения коэффициента межканального обмена Была разработана математическая модель описания По результатам проведенных расчетных исследований Определяем значение и характер изменения данного коэффициента В результате расчета определено максимальное его значение Которое располагается непосредственно за дистанционирующей решеткой И составляет 0,42 единиц на метр А также для оценки эффективности дистанционирующих решеток И возможности проведения сравнительного анализа с данными Например, других видов решеток Введено понятие коэффициента к эффективно Который учитывает влияние такой решетки Максимальное его значение составило 2,47 А длина сдуханием особенных процессов составила 6-7 калибров Непосредственно за дистанционирующей решеткой Заключительным этапом работы нашей являлось Расчетное исследование локальных гидрономических характеристик С помощью CFD-программы Это LOGOS, разработанная в Российском федеральном ядерном центре В городе Саров Технология CFD-моделирования с детальным описанием геометрии ТВС Является перспективным методом обоснования безопасности ядерных энергетических установок Однако любая CFD-программа должна быть верифицирована То есть необходимо разработчикам доказать, что они посчитали И эти результаты достоверны, им можно верить и применять для дальнейших расчетов В качестве экспериментальной модели для расчетов был выбран фрагмент Был выбран фрагмент топливной сборки, который представлен на слайде На основе геометрической модели была создана сеточная модель, состоящая из 15 миллионов расчетных элементов Исследования проводились при помощи компактного суперкомпьютера Cray, который включает в себя 84 вычислительных ядра И также более 300 гигабайт оперативной памяти В результате расчетных исследований мы получили распределение проекции всех трех поля скорости А также распределение статического давления по исследуемому участку По результатам распределения скоростей мы определили также еще и межъячейковое перераспределение расхода В экспериментальной модели А по распределению статического давления по длине определили коэффициент гидравлического сопротивления той же решетки То есть уже расчетным путем Значение его получилось 0,314 Отличие от экспериментального полученного значения составляет 8% В заключении позвольте обобщить данные Создана у нас экспериментально масштабная модель ТВС-реактора КЛТ-40С Разработаны методики для проведения экспериментальных исследований Экспериментально исследованы локально-гидродинамические массообменные характеристики потока Проведен их анализ и выявлены особенности течения теплоносителя Получены результаты трехмерного CFD-анализа Течение потока за дистанционирующей решеткой во фрагменте ТВС-реактора КЛТ-40С Проведенного с использованием программного комплекса LOGOS Полученные результаты применяются для оценки эффективности дистанционирующих решеток В прикладных по ячейковых кодах И являются базой данных при расчетах теплотехнической надежности активной зоны реактора КЛТ-40С Экспериментальные данные могут быть использоваться для верификации трехмерных CFD-программ И адаптации к расчетам гидродинамики массообмена теплоносителя активных зон ядерных реакторов У меня все, спасибо за внимание Большое спасибо, Дмитрий, вам за интересный доклад Коллеги, у кого есть вопросы к Дмитрию? Пожалуйста Слышно? Дмитрий, у меня такой к вам вопрос Вы рассчитывали воздушный поток для системы охлаждения реактора А в реакторах используется для охлаждения питательная вода или тяжелая вода Как будет, говорится, на этих элементах вести-то ваша система работать? Спасибо за вопрос Сейчас попытаюсь рассказать Сейчас я вернусь Да, наши исследования проводились на воздушном стенде Это сделано для того, чтобы получить максимально возможные числа Рейнольца Потому что в натурном реакторе КЛТ-40С числа Рейнольца достигают порядка 100 тысяч, 110 тысяч На водяном стенде таких параметров добиться практически невозможно Поэтому был выбран такой путь Исследование проводить на воздушном аэродинамическом стенде Так как, согласно теории подобия, у нас наша экспериментальная модель выполнена в полном геометрическом подобии Также мы определили, что коэффициент гидравлического сопротивления решетки составляет 0,29 Что соответствует значению натурной решетки, которая установлена в реакторе И еще тот факт, что наше исследование проходит в зоне стабилизированного автомодельного течения То есть у нас коэффициент гидравлического сопротивления при превышении числа Рейнольца более 53 тысяч Он уже не зависит от числа Рейнольца То есть мы данные можем перенести, как вот на 90 тысяч у нас проходило исследование Также мы эти данные можем перенести на более высокие числа Рейнольца То есть на натурные 100 тысяч и более Я ответил на ваш вопрос? Спасибо Будут ли еще вопросы? Спасибо Переходим к третьему докладу Титов Евгений Владимирович Город Барнаул Добрый день, коллеги Рад сегодня присутствовать с вами И вкратце расскажу о наших разработках Все мы знаем, где мы сейчас живем В каком мире И нас окружает электромагнитное излучение Что касается опасности Всем известно, что Источниками электромагнитных излучений являются все бытовые приборы Которые потребляют электрический ток Потому что они как раз и функционируют На основе электромагнитных взаимодействий Что касается опасности То биологи, естественно, утверждают Что они являются очень опасными И это, в принципе, так Потому что Появляются различные проблемы При воздействии большого количества Электромагнитных излучений Когда они воздействуют на человека У человека возникают различные и патологии Это вплоть до раковых заболеваний Нарушения обмена веществ И другие заболевания И вкратце расскажу Чем именно занималась наша команда Были разработаны факторы воздействия То есть они были разработаны до нас То есть чтобы оценить опасность Электромагнитных излучений Применительно к человеку Нужно оценить сначала вид поля Нужно исследовать все виды полей Электрическое магнитное и электромагнитное поле И причем на всех частотах На всех частотах, которые являются Нормированными В соответствии с санитарными правилами и нормами Учитывая все эти показатели Оценивается допустимое время пребывания В конкретной зоне исследуемого помещения Мы разработали так называемый Технологический модуль Малогабаритный комплекс Который объединяет серию приборов И комплекс программ Которая частично была разработана также нами На данном слайде представлена Схема обработки экспериментальных данных Который мы получаем с использованием Нашего технологического модуля Функциональная схема программы Объединения файлов Останавливаться более подробно Не буду рассказывать про это Если нужно будет, конечно расскажу Но это более компьютеризировано То есть связано С получением трехмерной модели помещения И как мы эту модель потом используем Для оценки опасности На данном слайде представлены программы То есть серия программ Которая была использована В нашем комплексе технологического модуля И здесь как раз зеленым отмечено то Что было разработано нашей командой В итоге мы получаем К примеру Точную картину опасности Электромагнитного излучения В помещении В виде плоской проекции Объемного изображения Это вид сверху Модель 2D И алгоритм работы Программы формирования Точная картина Он представлен на этом же слайде справа То есть поясню более подробно На примере цилиндрической картины опасности На следующем слайде Это цилиндрическая картина опасности И чтобы получить данную картину Мы сначала производим Моделирование электромагнитного поля В помещении В котором мы производим Исследование электромагнитных излучений Затем С помощью специализированной аппаратуры Мы получаем максимальные значения Параметров электромагнитного поля В узловых точках модели И при этом Мы исследуем Повторю еще раз Все виды полей То есть электрическое магнитное Электромагнитное поле Именно неонизирующего излучения И в каждом диапазоне частот Затем мы строим цилиндры В узловых точках модели Определяем цвета Как два пикселя изображения Затем строим результирующее изображение И происходит наложение Плана помещения С учетом полученных Математических результатов Математические результаты Они получены с использованием формул Частично формулы Мы разработали сами Потому что в Санпинах Их еще не было На это получен патент На данный способ На этом слайде У нас более подробно Показаны Варианты получения Комплексная картина Электромагнитной опасности Слева это Самый простой вариант Получение точной картины опасности Способом механического наложения Изображений То есть К примеру Синий Синий верхний угол Где область синего цвета И зеленая область Это разные временные зоны Допустимого времени пребывания В данном конкретном помещении Зеленая Это То есть У нас указано здесь К примеру Вот это Два часа Вот это Четыре часа Это получается уже На другой частоте То есть Эту картину мы получили Уже на другой частоте К примеру Это на 50 Гц Это на 30 кГц И Так как К примеру Это один источник Это второй источник Так как Эти два прибора Два устройства Находятся в одном и том же помещении Они функционируют На одной и той же частоте В одно и то же время Поэтому Формируют на разных частотах Разное Электромагнитное излучение Их уровень оценивается В соответствии с санитарными правилами И Оценка довольно сложная В настоящее время Идет оценка Она привязана именно К каждому Диапазону частот То есть Именно Выверяется Допустимое время пребывания Для Каждой конкретно Измеренной частоты Мы решили Получить Комплексную Картину опасности С учетом Влияния С учетом Воздействия Всех Частот Электрического Магнитного Электромагнитного Полей Именно И здесь То есть Получение Точной картины Опасности Показано Что К примеру Если происходит Перекрытие Это к примеру Один час Один час Перекрывает Четыре часа Здесь Показано Получение Цилиндрической Картины Опасности Способом Наложения И Более Точная Картина Показана Снизу Это Получение Цилиндрической Картины Опасности На основе Выделения Области Пересечения Накладываемых Зон Опасности Здесь Как раз И были Использованы Наши Разработанные Формулы С учетом Взаимного Влияния Электромагнитных Излучений На разных Частотах На данном Слайде Показана Базовая Модификация Технологического Модуля В зависимости От Требований Заказчика Мы Естественно Можем Увеличивать Количество Используемых Приборов И Варианты Компьютерных Программ На данном Слайде Показан Пример Обследуем Помещение Здесь Мы видим Две Картины Это Комбинированная Точная Картина Опасности Электрического Поля А здесь Комбинированная Цилиндрическая Картина Опасности Именно Здесь Очень Удобно Ориентироваться По Цилиндрической Картины Опасности Электрического Поля Здесь Учитываются Именно Все Частоты Электрического Поля Комбинированная Или Формируем Комбинированная Комбинированная На данном На данном Слайде Более Подробно Представлена Техника Экономическая Эффективность Данного Изобретения Что касается Ресультатов Выполнения Проекта В принципе Вкратце Я уже Это рассказал Чтобы не Останавливать Не задерживать Время Здесь Более подробно Все рассказано Спасибо Спасибо Евгений Вопросы Шули У меня Сразу Первый Вопрос Будет Евгений У вас Написано Современные Инфокоммуникационные Технологии Существуют Оптические Датчики Для измерения Напряженности Электрического Поля Магнитного Поля На ячейках Покельса И так далее Которые Активно Применяются На военных Кораблях На различных Судах На атомных Станциях А у вас Показаны Приборы Которые Имеют Погрешность 20% Причем Еще Некоторые Эти Приборы Плывут От температуры Их значения То есть Требуют Градуировки При определенной Температуре Как Это Согласуется Спасибо Большое Поясню В чем Принцип Естественно Имеются И калевые Магнитометры И другие Подобные Устройства У которых Погрешность Измерения Довольно Высоком Уровне Но Наша Задача Была Разработка Именно Комплексного Малогабаритного Устройства Который Мы Можем Постоянно Переносить С одного Места На другое То есть Который Является Именно Комплексным Переносным Устройством Мобильным Именно На этом Мы Ограничились И И И И И И И Тяжелых Таких Устройств Про Которые Вы Сейчас Сказали Немножко По-другому Звучал Калиевый Магнитометр Он 2,5 Килограмма Автономное Питание Весит Он Измеряет Там У него Погрешность Ну Одна Десятая Процента С чувствительностью Там 10 Минус 15 Нано Тесла Тут Такое Не нужно Измерять Это Для Геологии Используется Нужно Я Говорю Про Оптоволокно Там Может Быть На Одной Системе Висеть До 200 Датчиков И В Зависимости По Опросу Эта Система Может По Этой Комнате Сосредоточена Быть По Всему Зданию Но Она Просто Очень Дорогая И Она Совершенно Легкая Для Производственных И Все Завязано На Единый Модуль Компьютерный Ну Естественно Через Оптоволокно Вот У Меня Такой Вопрос Как Вот Это Согласуется И Переносить Ничего Не Надо В Каждом Отсеке Запрос Команды Кодировка И Ты По Отсеку Смотришь В Реальном Времени Электромагнитную Обстановку Да Спасибо Ну В Принципе Уже Практически Сами Ответили Что Это Дорогая Система И Поэтому Наша Разработка Она Естественно Более Дешевая То Если Использовать Такие Устройства Их Никто Не Будет К примеру Устанавливать Потому Что Наши Разработки Они Не Ограничиваются К примеру Военно-техническими Объектами Либо Другими Производственными Установками У Нашу Разработку Можно Использовать И В Бутовых Условиях В том Числе Чтобы Выходить На Этот Уровень Нужно Уменьшить Стоимость Предлагаемых Услуг А Если Мы Будем Использовать Такие Комплексы То В Принципе Это Будет Довольно Дорого И До Этого Уровня Нужно Ещё И идти Нужно Сначала К примеру Чтобы Вы Давайте Отойдём Немного От этой Темы Чтобы Вылечить Организм Человека Что Нужно Сначала Прийти В больницу И Обратиться К примеру К терапевту Чтобы Провести Диагностику Организма Чтобы Выявить Какие Изобиливания У человека Имеются И так далее То Данная Данная Разработка Она Как раз И позволяет К примеру Прийти В определенное Помещение И Выявить Имеются ли там Какие-либо Потенциально Опасные Зоны Во-первых Если Если Они Имеются То Их Нужно Просто Устранить И Не Нужно Естественно Внедрять Вот это Дорогостоящее Оборудование Частично я Ответил На ваш Вопрос Вадим Владимирович Продолжите Дискуссию Ответил Но Картарел Обстановки Должен Проходить Постоянно В реальном Времени В опасных Помещениях В частности На атомной Станции Да Спасибо Я просто Еще раз Поясню То что Наша Разработка Она Именно Не ориентируется На военные Объекты На атомные Подлодки И так далее То есть У нас Более Широкий Уровень Мы Выходим На Общество По Машей Данной Технологии Можно Такой Вопрос Какие Могут Быть Ограничения В применении Вашей Модели Вот Где Не Может Это Модель Быть Применена Вообще Вот Именно Вот Вы Сказали Что Для Условий Бытовых Вы Можете Применять Модель Да Непосредственно Контроль Электромагнитного Излучения В бытовых Помещениях В производственных В производственных Помещениях Вот Какие То Ограничения По Применению Модели Есть Спасибо В принципе Ограничений Существует Потому Что Мы Сами Программировали Данную Программу Формировали Ее Мы Задаем Конкретные Начальные Параметры И Вне Зависимости От Того Где Находится Источник Электромагнитных Излучений Мы Уже Получаем Карту В опасности Спасибо Будут Еще Вопросы Да Пожалуйста Извините Если Просмотрел Вы Говорите Что Вы Измеряете Электрическое Магнитное Электромагнитное Поле На всех Частотах Не Могли Бо Уточнить Пожалуйста Какие Частоты Имеются Ввиду Хотя Диапазон Да Конечно Начнем Мы С самого Простого Это Статика Так Скажем То Это Постоянная Магнитное Поле Электростатическое Поле Затем Переходим К промышленной Частоте 50 Гц Электрическое И магнитное Поле 50 Гц Радиочастотные Диапазоны Это 30 КГц 3 МГц 30 МГц 50 300 МГц И Там Уже При Необходимости До 40 ГГц К примеру Если Позволяет Аппаратура Еще Будут Вопросы Скажите Пожалуйста Такой Вопросик Вот Такая Интересная Разработка А была Он Уже Где-то Внедрена Или Может Быть Работы Для Реальных Заказчиков Проведены Спасибо Спасибо Что касается Внедрения То есть Мы Ее Апробировали Именно В рамках Нашего Университета То есть Здесь Показаны Именно Картины Более Подробно То есть Мы Пока Именно Апробацию Использование И тестирование Данного Устройства Ограничились Пока Стенами Нашего Университета Ну В принципе Это Не проблема Потому что Как я повторюсь Еще раз Что Эта Разработка Она Позволяет Исследовать Абсолютно Все Источники Электромагнитных Излучений Это И подстанции И ТЭС И ИОС И Просто Времени На все Естественно Не хватает В ближайшее время Мы планируем Выйти на Производственный Уровень Либо Это Будет Цех Либо Это Будет Трансформаторная Подстанция 10 на 0,4 Киловольта Все Да Все Спасибо Большое Ну На этом Выступление Наших Молодых Ученых Закончилось Сейчас Мы хотели Предложить Вашему Вниманию Лекцию Ильи Калмановского Это Известный Популяризатор Науки Журналист Кандидат Биологических Наук Руководитель Раборатории Биологии Политехнического Музея Тема лекции Как достойно Жить Занимаясь Наукой Я думаю Что это будет Очень интересно И актуально Спасибо А у нас Нет Переносного Микрофона Случайно Нет Хорошо Я буду Как получится И наверное Видно меня В этих экранах Хорошо Не знаю Я думал Скорее Не про лекцию А про дискуссию Я думал Что эта тема Может быть Важна Для всех Кто здесь сидит И мне на самом деле Было бы интересно Узнать Что вы про это думаете Здесь есть Ученые На самой Начальной стадии Пути Мне отдельно Интересно Что думают Про это Семен Федор Александр Которые Получали Премию Первыми Есть Ученые Которые Явно Сделали Какие-то Первые Важные Шаги Есть Те Кто Всю Жизнь Ведут Всю Дорогу Ведут Этот Образ Жизни Здесь Такое Слово Выбрано Достойно Может Быть Для Каждого Есть Какие-то Свои Критерии Того Что Помогает Вам Поддерживать Ощущение Достоинства Или Что Угрожает Вашему Ощущению Достоинства Лично Для Меня Наверное Важнее Слово Счастье Что Делает Вас Счастливыми Но В любом Случай Я хочу Попросить Буквально За Две Минуты Я Сейчас Дам Две Минуты Саша Семен Федь Вы Меня Слышите У вас Есть Лист Бумаги На Котором Наша Программа Можете Перевернуть Взять Ручку И Очень Быстро Написать Не Советуюсь Друг С Другом Буквально За Одну Минуту Три Вещи Которые Как Вам Кажется Способствуют Поддержанию Достоинства В Человеке То Что Вы Считаете В важном И ценном Жизни То Что Человек Может Поддерживать И Три Вещи Которые Категорически С вашей Точки Зрения Вам Не Годятся И Вот Вы Не Хотите Что С вами Это Случилось Через Десять Лет Если Будете Двадцать Лет Заниматься Наук Сможете Так Сделать Да Буквально 60 Секунд Пожалуйста Не Сильно Задумывайтесь Просто Подумайте Что Вы Нашего Лауреата У нас Есть Его Портрет Включите Пожалуйста Слайд С Пормоном Мне Кажется И Сейчас Мы Обменяемся Мнениями Я думаю У кого-то Еще Из тех Кто Здесь Сидит Есть Свои Критерии Может Вы Вы Скажете Свои Критерии Что Вы Считаете Важным Для Поддержания Достоинства Что Вы Считаете Вредным И Опасным Что Вы Считаете Может Сделать Ученого Человека Который Выбрал Очень Необычный Жизненный Путь Придать Ему Чувство Наполненности Реализации Чувства Счастья Что Как Вы Считаете Будет Налогом Налогом Который Он Всю Жизнь Будет Платить Налогом На Выбранный Им Путь Что Всю Дорогу Будет Бороться Всю Жизнь В Любом Случа Мне Кажется Что Кейс Пормона Нам Ну Потому Что Конечно Это Очень Яркий Интересный Случай Валентин Николаевич Сегодня Вы Все Про Него Услышали Может Кто Услышал Впервые Как Про Человек Который Получил 39 Миллионов Рублей И Можно Перечислять Он Здоров Он Энергичен Он Женат На Молодой Красавице У него Двое Чудесных Детей Он Дайвер Он Путешествует Он Видит Как Воплощаются Многие Вещи Которые Он Придумал Как Они Приносят Реально Меняют Жизнь Людей Он Видит Как Решаются Научные Загадки Тайны Которые Он Сам Перед Собой Поставил Что-то Что Ему Было Интересно Узнать Что-то Он Решил Сам И Это Отдельное Счастье Самому Решить Задачу До Конца Что-то Решает Тысяча Тысяча Сотрудников Его Института У него На глазах Успешно Я Надеюсь Что мы Сможем Просто Немножко Его Распрепарировать И Посмотреть В течение Этого Получас Я С ним Мне Повезло Я Говорил С ним Примерно Час И Из Того Что Он Мне Рассказал Это Явно Пример Человек Который Живет Очень Достойно Он Очень Доволен Жизнью И На Каком-то Страшном Суде Он Сможет Ответить Почему Он Прожил Свою Жизнь Именно Так И Он Каждую Минуту Готов К этому Ответу Свою Единственную Жизнь Нам Всем Дано Очень Немало Времени Очень Немного Времени И С возрастом Вы будете Удивлены Тем Как быстро Оно Бежит И Я Хочу Использовать Ваши Критерии Опираясь На них Распрепарировать Жизнь Валентина Николаевича Насколько Мне Это Удастся Коллеги Вот Вы трое Вы готовы У вас Есть Какой-то Ответ На Мои Вопросы Скажите Пожалуйста Что Вы Считаете Положительным Как бы Что Может Жизнь Ученого Помогать Вам Поддерживать Ощущение Что Он Живет Достойно И Доволен Жизнью Прочитайте Что Вы Написали На Бумажке Только Честно Уважение Коллег Уважение Коллег Да Что Еще Стремление К чему-то Новому Стремление К новому И Видимо Обретение Этого Нового Не просто Стремление Коллег Что Я Сделал Значит Итак Уважение Коллег Стремление К новому Я напишу Просто Новое Да Спасибо Что Еще Что Еще Что Нибудь Есть У вас Еще Что Нибудь Не Совету Друг С Другом Или Все Это Нормально Если Это Все Все Что Нибудь Еще Вы Чего Хотите Сами Смотрите На Меня Вам Чего Хочется Сбежать Отсюда Немедленно Хорошо Больше Ничего Да Или Что Что Есть В Середине Человек Сидит Нет Хорошо Спасибо А Есть У Кого Еще Что Что Вы Хотели Добавить Что По Вашему Ощущению Скрашивает Жизнь Ученого Если Она Нуждается В Скрашивании Если Только Это Не Самая Счастливая Жизнь На Свете Семью То Ученый Очень Похож На Человека Да Спасибо Это Говорят Люди Которые Чуть Продвинулись На Этом Пути Лауреаты Следующей Номинации Да Да Семья Что Еще Финансово Независимость Деньги Да Что Еще Что Это Такое Что Это Значит Как Представьте Человек Проснулся Утром Потом Вечером Заснул Он Прожил Один День Из Жизни Ученого Что В нем Должно Произойти В этом Дне Чтобы Этот День Удовлетворял Вашему Критерию Тому Что Вы Сейчас Сказали Я Думаю Это Очень Важно Какой Это Пример Можете Привести Пример Событие В течение Дня Которое Происходит В жизни Именно Ученого Которое Наполняет Этот День Той Материей О Которой Вы Сейчас Говорите То Что Вас Устроило Б Микрофончик Можно Ну Допустим Не знаю Вот Эколог Он Идет По парку И Видит Не знаю Небольшую Там Грудь Мусора Либо Может Быть Какую Бумажку И У него Начинает Работать Сознание В эту Сторону Что 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 Можно Сделать Что Можно Изменить Или Какое Изобретение То есть Энтузиазм Это про Изменения Это про Отношение С реальностью Многие Ученые Вообще Не очень Беспокоятся Об этом Они Живут Без Тесной Связи С реальностью Но Вы Сейчас Говорите Видимо О том Чтобы Как-то Менять Мир Энтузиазм Да Это Менять Мир И Чтобы Было Было Это Желание Менять Мир И Оно Было Видимо Удовлетворено Не Просто Было Желание А Вы Увидели На Своем Веку Что Вы Что Изменили В Окружающем Мир То есть Видеть Результаты Спасибо Давайте Я так Запишу Как Результат И Он Может Не Обязательно Практический Да Может Фундаментальный Результат Хорошо Результат Что Все Не Просто Так Хорошо Спасибо А Можно Вернуться К Нашим Самым Молодым Коллегам А Что Вы Написали В Качестве Плохого Что Вы Считаете Может Портить Жизнь Ученого И С чем Ученому Придется Всю Жизнь Иметь Дело Если Он Выберет Этот Путь Если Он Не Пойдет Работать На Финансовом Рынке Если Он Не Путешественником Да Может Быть Если Он Будет Именно Ученым Что Плохого Что Вас Пугает Что Вас Смущает Ничего Давайте Нет Ничего Все Радужно Да Эй Семен Федор Это Что Вот Это Никаких Неприятностей Оптимизм Молодости Хорошо А Можно Спросить Более Зрелых Тогда Ученников Нашей Дискуссии Как Уже Я думаю Что У вас На Горизонте Уже Маячит Что Может Потенциально Ну Если Не Осложнить То По Крайней Мере Надо На Чашу Весов Как То Взвесить Стоит Им Становиться Ученым Или Нет Тем Более Видите Они Не Видят Ничего С Раз 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 Не Каждый Человек Сем Может Найти В Науке И Многие Это Понимают Достаточно Поздно Когда Поработают Несколько Лет В Науке А потом Понимают Что это не мое. Отсутствие результата? Ну, может быть, не результата, как сказать. Скучно? Неинтересно? Ну да, то есть это не тот путь. Смотрите, здесь говорилось об очень большом значении нового, да? Это вообще один из очень базовых инстинктов млекопитающих. Я буду об этом говорить как биолог. Стремление к новизне – это такая же сильная награда для млекопитающего, как еда, соль, укрытие, секс. То есть это очень важная вещь, это очень важный базовый инстинкт. И вы можете заскучать, да? Может выяснится, что вы ничего нового не увидели, вы ничего нового не открыли, не выяснили, да? Разочарование, да? Ну и вот в противовес этому, наверное, еще добавить в первую группу может быть потребность в этом человеке или в результатах его деятельности. То есть, ну, что он необходимо что-то… У кого? У кого? Ну, вообще, что он чувствует себя нужным. Нужным кому? Ну, обществу в первую очередь. Вот смотрите, здесь очень важные, мне кажется, ярусы проблемы выделены. Есть уважение коллег, это чрезвычайно важно. Но явно вы говорите о чем-то большем. Вы говорите об очень важной вещи, потому что, опять же, ученый очень похож на человека. У него есть те же потребности. И это очень базовая потребность млекопитающих, это очень социальные существа. И у них есть базовая потребность в том, чтобы быть услышанными современниками. И действительно, обществом действительно понимать, что вы нужны кому-то. Я, наверное, говорю о том, что когда ученые занимаются сильно фундаментальными вещами, которые сложно обычному человеку представить, результаты его работы, где примениться. И зачастую некоторые люди, они начинают чувствовать себя ненужными. То есть нет каких-то, знаешь, быстрых, практических приложений у результатов. Об этом я говорю. И вот давайте про эту востребованность. Я вижу, что она очень сильно выходит почти в каждом выступлении, которое я сейчас слышал. Это востребованность в том, что ты кому-то нужен. Давайте выделим здесь несколько действительно ярусов. Тут надо признать, что ученые бывают, как мы с вами знаем, очень разных темпераментов и очень разного устройства. Есть такие ученые, которые почти не нуждаются в признании коллег, которые решают свою, и даже коллег, даже самых близких коллег, даже внутри своей лаборатории. Бывает, это все-таки редкий пример. Скорее, внутри своей лаборатории или кафедры, для них важно быть услышанными. Но часто, может быть, соседние кафедры не разговаривают друг с другом, они просто не понимают, что там происходит, и их это не беспокоит. Это на одном полюсе находятся люди, живущие в башне из слоновой кости. И, может быть, они могут быть счастливы там и могут быть довольны тем, как у них получается. На другом полюсе ученые, для которых это совсем не годится, они не будут счастливы, решая только задачи, которые интересны ему и еще двум людям в Китае, одному человеку в Калифорнии. Они не будут счастливы. Им очень важно увидеть практическое приложение того, что они делают. Просто увидеть, как по морю реально плывет теплоход, как в мобильных телефонах работают те аккумуляторы, которые придумал один из наших японских лауреатов. Ему важно это увидеть, и только это сделает его счастливым. Тут есть некоторый диапазон, и тут каждый, может быть, себя найдет на этой шкале и для себя решит, что мне нужно для того, чтобы быть счастливым. Какой я ученый, какого я типа ученый. Но так или иначе, если на одном полюсе стоит уважение коллег, и, может быть, не только коллег, тогда давайте я немножко поправлю это. И напишу вообще признание. Признание. И здесь же скажу, что это социальная функция. Что это вещь, которая зависит от других, хотя бы еще одного человека во Вселенной. Без еще хотя бы одного собеседника не будет никакого признания. Хотя бы один собеседник у тебя должен быть. И кому-то нужно много собеседников, кому-то меньше. Признание я напишу, что это так или иначе... Хорошо, я нарисую здесь двух людей. Чтобы было понятно, что речь идет о... О том, что кто-то должен тебя услышать. А может быть, очень много людей тебя должно услышать. В зависимости от того, какой ты. Хорошо, разочарование вы сказали. Разочарование — это не мое. Мне стало скучно, я потерял интерес, я потерял... О, спасибо. Это очень хорошо будет нам так. Прекрасно. Я перестану прыгать туда-сюда. Мне не пришло это в голову. Спасибо. Разочарование, действительно. Я потерял... Меня никто... Я никому не нужен, никому не интересно то, что я занимаюсь. Самое страшное — мне неинтересно то, чем я занимаюсь. Это одна из самых больших трагедий, которая вообще может пасти человек на этом пути. Мне перестало быть интересно то, чем я занимаюсь. Я бы сказал так, что новая, что вот эта категория — это проинтересное, а это про важное. Это мне интересно. Интересно, может быть, еще кому-то, а это важно еще кому-то. Хорошо. Какие еще неприятности? Я хотел бы услышать еще двух коллег. Какие еще вещи на другой те аж чаши весов, чем должен бороться ученый, чем ему надо совладать? Ну, как и в первом столбце, это, наверное, поиск финансирования на реализацию своих идей. Да, будем откровенны. Да, деньги для себя. Почему-то никто не решается назвать это вслух. Но я думаю, что нас должна беспокоить наша собственная зарплата. Она, безусловно, вылезет когда-то на какой-то важный план. Это отсутствие денег. Денег на то, что ты хочешь сделать, на то, что ты придумал. Ну и на семью. И какой налог на семью налагает занятие наукой? Как это может помешать или помочь семейной жизни? Что вы имеете в виду? Имеется в виду не только наличие средств на проведение проекта, но еще и есть проект такой, как семья. И его нужно тоже реализовать. Да, я думаю, что вы упомянете, что занятие наукой часто подразумевает очень глубокую вовлеченность и такое полное самопожертвование, которое не любая семья выдержит. Дело не только в деньгах, а в том, что, как сказала жена одного из знакомых моих ученых, мне кажется, что я живу с капитаном дальнего плавания. Что-нибудь еще? Нет? Что-нибудь добавите? В принципе, ребята, все сказали. Давайте поговорим про это. Я по роду своей деятельности часто каждый день разговариваю с учеными. Я перестал заниматься наукой 15 лет назад, и я популяризатор науки. Я пишу имейлы, я звоню по скайпу, и я вчера переписывался с одним итальянским ученым, который в поезде из Москвы в Петербург, который составил, может быть, пролетала мимо вас эта новость на прошлой неделе в Science-журнале, составил карту светового загрязнения мира. Есть такой вид загрязнения, световое загрязнение. 80% населения Земли живут в неестественных условиях, когда у них нет полноценной ночной тьмы. Примерно 15% населения Земли живут в таких условиях, когда ночью так светло, что у них работает цветное зрение. То есть очень светло. Из-за того, как работают наши осветительные приборы, как работают вывески, рекламы, фонари, свет в фар. Кстати, переход на диоды сулит примерно 10-кратное увеличение светового загрязнения, потому что в диодах очень сильно преобладает синяя часть спектра, она сильнее рассеивается горизонтально по атмосфере. И это серьезная проблема, это медицинская проблема, это природоохранная проблема, птицы перестают лететь в нужную сторону, ну и так далее. Я не хочу сейчас подробно отвлекаться. Важно, что в момент, когда я вступил в переписку с этим человеком, я почувствовал, как ему не дают спать эта вещь, как ему интересно исследовать, как ему интересно собрать со всего мира. Он собрал 30 тысяч добровольцев, которые в разных точках мира проводили замеры для него. Как ему интересно собрать эту систему, как ему интересно получить эту карту, и как он одержим идеей темноты. Вообще это очень парадоксально, представить себе человека, ученого, влюбленного в темноту, для которого это его романтический образ, который он ищет. И я спрашиваю его, не знаю, он в одном интервью говорит, что мы теперь не можем просто выключить свет, уже поздно. Мы уже не развернем обратно тот вред, который мы нанесли. И я совершенно не мог понять, что он имеет в виду, поэтому я спросил его, что вы имеете в виду. И жар и романтизм, с которым он отвечал на этот вопрос, показал мне, как у него внутри все дзынькает от этой темы. Я сейчас цитирую Славу Полунина, такой вот есть известный клоун и философ, да, философ счастья. Во своих интервью он говорит, делайте только то, от чего вас внутри дзынькает. И в общем не было ни одного фундаментального ученого, я говорил со многими Нобелевскими лауреатами, который бы не отвечал ровно так на этот вопрос. Всегда преследуйте то, что вам в жизни по-настоящему интересно, то, от чего у вас внутри дзынькает. И этот итальянский ученый стал отвечать мне, что он, когда был ребенком, вот тогда была настоящая темнота, и он влюбился в астрономию. И он поставил себе телескоп, и он мог смотреть в него, а теперь, говорит, вот уже поколение детей выросли без телескопа, потому что слишком сильное загрязнение. И это уже никуда не развернуть, сказал он мне. Было видно, что он очень этим горит. К разговору про горение я хочу сказать про Валентина Николаевича Пормона, который в детстве, когда он был ребенком, он увидел вот такую вещь на уроке химии. Наверное, может быть, вы знаете, что это такое. Сейчас уже совершенно невозможно раздобыть порошок, который у меня в пакетике, но содержит соли лития. Знаете, что это? Это сигаретный пепел. Я думаю, что вы в последний раз видели сигаретный пепел несколько лет назад. Сейчас совершенно же все бросили курить, насколько я понимаю, в университетах. Но одна моя знакомая, я, конечно, тоже не курю, но одна моя знакомая припослала для меня сигаретный пепел. И Пормон увидел вот такую вещь. Вы понимаете, что сахар — это органические молекулы, и в них энергии Солнца запасено много калорий, много связей между атомами. Вокруг летает кислород, который вполне было бы не прочь окислить и высвободить энергию, которая там запаслась. Но сама по себе эта реакция не идет. Но вот он начал гореть. Хорошо, я сейчас задую. Но меня это совершенно завораживает. Сахар горит, если натереть его сигаретным пеплом. Пормон увидел этот эксперимент, и ему показалось это страшно интересно. Почему именно сигаретный пепел, почему обычный бумажный пепел ничего не сделает с этим, если сжечь просто листок бумаги. Именно соли лития, потому что атомы лития в этих кристаллах находятся в каком-то особенном состоянии. Вы лучше мне это объясните, я биолог, чего вы там не понимаете. Но когда он мне рассказывал про этот эксперимент, я понял, что с этого момента он был заражен идеей кота. И всю жизнь этим занимался. И это, очевидно, первая и главная вещь. Без нее не будет работать ничего, вы не сможете это починить. Если у вас внутри нет этого драйвера, этого инстинкта освоения нового, это очень маленький процент людей. И биологи считают, что это генетическая вещь. Это скауты, это разведчики, это люди, которые находятся на переднем краю всей популяции. Многие люди, их стремление к новизне будет удовлетворено тем, что они увидят новую серию 120-серийного сериала. Это будет достаточно ново для них. Есть люди, которые генетически так устроены, что им этого недостаточно, им этого мало. Их стремление к новому будет удовлетворено только если действительно произойдет что-то по-настоящему новое. И если ученый отступается от этой эстези, если он выбирает что-то более конъюнктурное, что-то более востребованное, но более скучное для него, обратной дороги нет. Он будет делать этот выбор каждый раз, на каждой развилке и обязательно сопьется в итоге. Буквально. Это очень опасный выбор. Так что это, видимо, первый ключевой рецепт счастья. Но это, в общем, не совсем рецепт в том смысле, что, ну, наверное, это каждый просто про себя понимает. И если уже начали заниматься наукой. И просто вы или этому следуете, или не следуете. Тут нет, наверное, большого секрета в том, что я сейчас сказал. Вторая вещь, о которой я хотел бы поговорить, это такая важная ценность, как самостоятельность. Которая, в общем, любому разведчику, если уж мы сейчас взяли этот образ разведчика, эту метафору, она должна быть присуща. Никогда не списывайте в школе. Это очень плохой путь. Это, как говорил математик Арнольд про один из подходов математики. У этого подхода есть все преимущества воровства перед честным трудом. Но этот бесплатный сыр, он всегда укается. Самостоятельность – это очень важная вещь. Я сейчас обращаюсь к самым молодым участникам нашей встречи. Очень важно подвергать все скепсису, подвергать все сомнения. Это главная ценность вообще научной культуры, в которой мы все действуем. Все проверять. У вас не должно быть авторитетов. Вы должны прав тот, кто правильно складывает 2 плюс 2. Пармон в этом смысле замечательный образец, потому что он заинтересовался солнечной энергией на рубеже 60-х и 70-х годов, когда для страны, очевидно, совершенным приоритетом была нефть, уголь и газ. И он очень хотел научиться получать топливо, которое можно использовать в технике при помощи солнечного света, потому что ему было это интересно. Это был совершенно самостоятельный интерес. Вторая ценность. И здесь мы подходим очень уже близко к разговору про признание. И это сотрудничество, способность сотрудничества. Вы, может быть, вчера слышали, во всем мире была, наверное, главная новость, по-моему, вчерашнего дня. Два инструмента смогли зарегистрировать событие, которое произошло полтора миллиарда лет назад и длилось одну секунду. 55 моментов такого взаимного вращения двух черных дыр, которые каждый имел массу 29 и 14 сонт. И мы увидели гравитационные волны от этого события, мы увидели искажения в пространстве-времени. Для этого начинается совершенно новая эра в астрономии. Мы начинаем регистрировать эти события. Для того, чтобы мы могли увидеть эту вещь, которая не видит глаз, нужны усилия тысяч людей. И эта ценность, ценность сотрудничества, она чрезвычайно велика. Мы должны уметь работать вместе, мы должны уметь работать в коллективе. И мы не очень хорошо умеем это делать, если честно. Мы хорошо умеем конкурировать. Мы хорошо умеем кого-то отодвинуть, выйти на первый план. Мы не очень хорошо умеем использовать сильные места каждого из участников и сделать что-то вместе. Без этого большая наука в 21 веке вообще делаться не будет. Время одиночек явно уходит. И наступает время больших коллективов, больших групп, очень дорогих больших машин, на которых мы работаем, и больших групп. И теперь я хочу поговорить про признание в более широком смысле. Да, сейчас только, чтобы распрощаться с... Вот я сказал про важность сотрудничества. Здесь есть еще одна очень важная вещь, которая во многих научных сообществах легко ускользает, легко как-то убирается со стола, а без нее вся эта игра, которая называется наука, не может осуществляться. Понимаете, когда мы говорим о сотрудничестве, когда мы говорим о признании, у нас в голове сразу образ дружбы. Какой-то очень симпатичный образ, когда все взялись за руки и друг другу очень рады. Сотрудничество в науке устроено в этом смысле немножко парадоксально. Оно базируется на жестокой критике, жестоком взаимном скепсисе, слепой экспертизе, когда любой ваш результат должен пройти через суд коллег. Только это признание по-настоящему дает удовлетворение, только это признание вызывает у вас чувство достоинства. Когда любой ваш результат опубликован в рецензируемом научном журнале, в вашу статью прочли эксперты, которые не знают вашего имени, и здесь не может сыграть роль действительно человеческая дружба. Уберем сейчас ее со стола полностью, она тут ни при чем. Они прочли вашу работу, они нашли в ней ошибку, они вернули вам ее три раза. И вы убедили людей, вне важно, в какой стране они живут, у науки нет границ. Вы убедили коллег во всем мире, вы прошли суд коллег. Вот тогда вы получили ощущение признания, тогда это признание настоящее. Тогда оно может являться стержнем для ощущения достоинства десятилетиями. Может быть, это одна статья, одна очень самая важная научная статья, которую вы опубликовали, один результат. Но он может давать вам это чувство признания, чувство достоинства, вне зависимости от других жизненных обстоятельств, десятилетиями. Но только если это по-настоящему. Конечно, это касается и диссертации тоже, это очень важно. К сожалению, мы знаем с вами, что в нашем обществе есть большая проблема суда коллег и того, как выстроен процесс защиты диссертации, и то, насколько он честный. Назовем это откровенно. Но я очень надеюсь, что мы это преодолеем. Мы уже это преодолеваем. И страшно важно, чтобы ни ваша контрольная работа в школе, ни ваш диплом в университете, ни ваша диссертация не были бы хоть в малейшей степени предметом плагиата, потому что это лишит вас чувства собственного достоинства. Вы не будете уважать себя сами. А ученого почти ничего другого нет, кроме вот этого чувства внутреннего достоинства, знания того, что он по честному, по гамбургскому счету, занимается хорошей наукой. Но, впрочем, давайте поговорим о более широкой социализации, о признании общества. Каким-то ученым это не очень важно. Им все равно придется добиваться признания общества, даже тем, кому это не важно, потому что это имеет очень прямое отношение к деньгам. Я, наверное, приведу пример. Всегда, когда мы хотим разобрать какую-то ценность, интересно привести пример человека в экстремальных обстоятельствах. Давайте представим себе ученого, который лишен любой возможности заниматься наукой, у которого полностью сломлено как раз человеческое достоинство, который попал в страшную беду. Как именно ученые решали для себя эту проблему? Очень интересны в этом смысле мемуары и переписка ученых, попавших в сталинские лагеря. Это пример, ну, самый страшный, какой-то можно себе представить. Вот недавно была выставка и вышла замечательная книга, писем выдающегося геодезиста Алексея Феодосевича Вангенгейма. Это письма, которые он пишет из словецкого лагеря своей дочери, пятилетней малышке. И видно, что эти письма, эта переписка, это то, что его невероятно поддерживало. Что он там делает? Что делает ученый в этой ситуации? Он пытается заочно дать ей образование, пятилетней, семилетней девочке. Вот этот возраст, потом он погиб, но он успел в эти два года. Каждое его письмо невероятное, просто шедевр популяризации. Он рассказывает ей о ветвлении разных типов побегов у разных растений, прилагает веточки, которые он собрал, сушеные веточки. И видно, что в момент, когда он смог на этом сконцентрироваться, он жил достойно, несмотря на очень тяжелые внешние обстоятельства. Известно, что ученые в таких экстремальных условиях читали лекции друг к другу. Вот в условиях тюрьмы, например. Это же касается условий, скажем, экстремальных полярных приключений. Вот капитан Вальтер Скотт, я очень советую почитать все его письма и дневники. Такой недооткрыватель Южного полюса, который пришел к Южному полюсу после Нансена и погиб, не вернувшись обратно на свой корабль. Во время длинных зимовок эти люди, ученые, собравшись на корабле, читали друг другу лекции. Я не случайно так на этом заостряюсь. Это если ты смог объяснить... Еще есть известное высказывание. Если ты не смог объяснить пятикласснику, чем ты занимаешься, и ты занимаешься ерундой. Если ты смог объяснить маме, бабушке, каким-то знакомым, чем важна твоя наука, почему нам важны эти плавучие атомные станции, почему нам так важно узнать про гидродинамику в них. Если ты смог объяснить это людям, ты будешь очень счастлив. Вы знаете, чем отличается математик-интроверт от математика-экстраверта? Математик-экстраверт смотрит не на свои ботинки, а на ботинки собеседника. Вы, по крайней мере, можете делать этот шаг. Вы можете начать смотреть на ботинки собеседника. Вы можете рассказать что-то людям... Во многих лабораториях просто нет внутрилабораторного семинара еженедельного, в котором люди бы внутри лаборатории обсуждали, кто что сделал. Я уже не говорю о факультете. Но вы можете двинуться дальше. Вы можете ввести свой собственный блог, и вы можете стать очень признанными, очень известными, если вы будете это делать. Вы должны для этого научиться делать несколько вещей. Вы должны научиться говорить, научиться писать и научиться слушать. Какие-то есть базовые приемы, какие-то самые важные, о которых я, может быть, хочу быстро сказать, для того, чтобы вас услышали окружающие люди, чтобы вас слышала широкая публика. Если вы не говорите с диссертационным советом или с научным... Если вы не защищаете диссертацию или диплом, то никогда не начинайте ваш рассказ с истории, актуальности и предпосылок того, что вы делали. Есть такой очень важный редакторский термин. Вы должны сделать инверсию. Вы должны начать с конца. Вы должны всегда начать с результата, с того, что вы сделали. Только тогда вас будут слушать, только тогда это будет интересно. Я хочу, если мы заговорили уже об этой социализации и о том, чтобы открыть себя широкому обществу, я хочу просто перечислить несколько вещей. Может быть, вы их знаете, может быть, вы дополните. Но, конечно, я очень советую всем смотреть лекции на сайте ted.com. Это очень короткие лекции, в которые мастерски подготовлены. Обычно каждую лекцию такого ученого готовит группа режиссеров и сценаристов, помогая ему выделить самое важное, выделить главное. Я очень советую блоги и подкасты, подкасты журнала Nature, подкасты журнала Science. Послушайте, что делают люди в совсем других науках. Это вызовет у вас ощущение, где вы находитесь на карте наук в мире, где вы находитесь на карте научного знания. Кто вы? Какое ваше место? Может быть, это вызовет у вас азарт. Может быть, это даст вам какую-то совершенно новую идею, которой у вас не было, взятую из совершенно другой науки. Найдите в Фейсбуке паблики этих журналов Nature и Science. Я приведу еще несколько примеров. Журнал Discover Magazine, журнал Wired. Замечательный русскоязычный сайт N+,1. Я думаю, все его тут знают, или почти все. Очень хороший научно-популярный сайт. Чем больше вы читаете популярных сайтов и журналов, и подкастов, слушаете подкасты, может быть, на бегу, может быть, в транспорте, тем больше, может быть, у вас зародится желание что-то рассказать, и вы начнете вести свой блог. Я много лет проработал в жюри премии «Просветитель», и как минимум два или три раза мы вручали премию ученым, которые начали вести свои блоги. И с этого начался их путь к замечательным книгам, книгам, которые прочитала вся страна, все русскоязычные люди. Вот Александр Марков, например, такой замечательный есть «Просветитель» с чудесными книжками про эволюцию. Его путь начался с живого журнала, у которого были тысячи и тысячи читателей. В итоге Александр Марков стал заведующим кафедрой в Московском университете. Во многом, отчасти, у него выдающиеся научные заслуги, но было также ясно, что его способность, его харизма разговаривать с очень широкими массами, она здесь очень важна, потому что он разговаривает со студентами, он заражает студентов идеей теории эволюции, исследований теории эволюции, это важно. Ася Казанцева, другой замечательный пример, она из Петербурга. Ученый, который в итоге написал две чудесные книжки, началось это с блогов. Сергей Попов, такой выдающийся астрофизик, найдите его в Фейсбуке, прочитайте его потрясающую книжку про нейтронные звезды, которая вышла в прошлом году. Я помню хорошо, как он начинал лет 7-8 назад, нельзя было ни слова понять из того, что он говорит, потому что он занимается нейтронными звездами. Но теперь его лекция интересна буквально моей бабушке, она с большим удовольствием их слушает. То яркий пример популяризатора, может быть, я назову еще несколько имен, может быть, вы назовете какие-то имена популяризаторов, которые вам интересны. Александр Панчин написал замечательную книгу, называется «Сумма биотехнологий» про ГМО. Тоже совершенно фундаментальный ученый, который в итоге написал книжку. В этом году вышла потрясающая книжка зоолога по имени Владимир Денец. Из Флориды он открыл танцы и брачные песни у аллигаторов, и она называется «Песни драконов». Читайте их тоже. Я хочу подытожить то, что я говорил вот чем. Тут, видите, я как-то обошел тему денег. Это трудная тема для ученых. Хотя, если вы будете уметь разговаривать с широкими слоями аудитории, то вы убедите и чиновников, и грантовые фонды в том, что то, что вы делаете, важно и нужно. Ваш общественный образ очень важен для того, чтобы у вас были деньги. Когда я пишу письмо с просьбой об интервью в любую страну мира, мне отвечают через 5 минут. Я подписан на специальную журналистскую базу данных. Я дал клятву, что я не разглашу эмбарго. Я получаю научные новости под эмбарго. Я подписал это обещание. И я получаю научные новости за несколько дней. Я получаю каждый день примерно 50 пресс-релизов из всех университетов мира в одном имейле. Я их читаю. И когда я пишу просьбу дать мне интервью, поговорить по скайпу, представьте, вам пишут из Венесуэлы, из очень далекой страны. Незнакомый вам человек. Я получаю ответ через 5 минут. И в релизе обычно есть уже мобильный телефон этого ученого. И я очень люблю эти разговоры, потому что обычно я начинаю с того, что я говорю, я ничего не понимаю, что вы сделали. Объясните мне. У меня есть его статья из Nature, но вы понимаете, что такое прочитать статью в совершенно чужой области. И он объясняет, ему не лень. За одним единственным исключением. Если открытие было сделано в России, мне просто не ответят на мое письмо. Потому что большинство ученых продолжают думать, что их карьера, их жизнь, их деньги в частности, никак не зависят от общественной оценки. От того, что про них напишут на каком-то сайте или делают про них телепередачи. Тут надо признать, конечно, что журналисты часто чудовищно перевирают и пишут жуткие глупости. Может быть, поэтому ученые не очень любят с ними сотрудничать. Но лучше вы дадите это интервью, и тогда есть шанс, что там будет меньше вранья в итоге в этой статье про вас, чем если она будет написана просто заочно. Журналисты прекрасно с этим справятся, не поговорив с вами. Это важно, это влияет на деньги. Но говоря о деньгах, хочу сказать другую вещь. Было такое замечательное гарвардское исследование. О счастье, есть такая наука о счастье. Я советую очень посмотреть лекцию Дэна Гилберта, психолога, лекцию на сайте ted.com, которая рассказывает об этом исследовании. Им удалось найти довольно много людей в разных странах мира, которые выиграли крупные суммы денег в лотерею. И довольно много людей, которые потеряли конечность, ногу или руку в результате какой-то травмы. Им удалось сравнить по опросникам уровень их счастья. И было видно, что выигрывание большой суммы денег резко повышает уровень счастья, немедленно. А утрата конечности, угадайте, резко понижает уровень счастья в ближайшее время после этого события. Выяснилось, впрочем, что через два года оба эти эффекта полностью нивелируются. И выигравшие деньги, и потерявшие конечность выходят примерно на тот же уровень счастья, на какой-то средний уровень счастья. И это связано, как вы понимаете, с способностью к психике, к адаптации. В действительности Пармон получил 39 миллионов рублей, но он будет счастлив не по этой причине. Он собирается их, кстати, отдать на стимулирование молодых ученых. Он будет счастлив не по этой причине, он будет счастлив потому, что в его жизни есть смысл. Действительно, у него все в порядке с новым и с результатом, и с ощущением результата. Кстати сказать, когда я его спросил, знаете, что я делаю, когда я звоню незнакомому ученому, и хочу написать про него что-нибудь, я первый один всегда беспроигрышный вопрос. Назовите три вещи, которые вы считаете самыми важными, которые вы сделали в вашей научной карьере. И любой нормальный ученый обычно говорит, ой, ну я не знаю, столько всего разного сделал. Дальше начинается интересный разговор, он выделяет разные вещи. В моей большой неожиданности Пармон, который только что получил премию за фундаментальные исследования, на первое место тут же, не задумываясь, поставил совершенно не имеющий в мире аналогов учебный курс, который он разработал, и учебник, который он придумал. Он переведен на английский язык, его используют в университетах мира. Он придумал совершенно уникальный научный курс. Для него преподавание и общение со студентами, общение с молодежью чрезвычайно важно. Это вещь, которая очень сильно его поддерживает, видимо, по всем этим шкалам. Я сейчас обозрел, что, видимо, семья тоже связана как-то с этой шкалой. Вот. И с этой его деятельностью преподавательской. Это важно очень. Деньги, правда, влияют на счастье, впрочем. Вот каким образом доказано, что перманентно, на много лет, на всю жизнь, на счастье влияет переход от крайней бедности к нижнему порогу среднего класса. Крайняя бедность действительно может делать вас довольно несчастными. И в этом смысле вам надо думать о том, как вы будете взаимодействовать с грантовыми обществами, как вы будете получать гранты, как вы будете объяснять, почему то, что вы сделали, это не только интересно, но и важно. Вообще, этот навык, это умение делать то, что для вас важно, интересным для окружающих, или то, что вам интересно, заставлять окружающих почувствовать, что это важно, это очень важные навыки. Они социальные, их не учат, им не обучают во время курса математического анализа на первом курсе. Этому вам придется научиться самим. Я, наверное, слишком долго говорил. Я хотел бы пригласить вас в дискуссии, у кого есть какой собственный опыт. Что вас поддерживает, если вы занимаетесь наукой? И мне очень интересно мнение самых старших товарищей, кто здесь сидит. Что в вашем пути вы занимаетесь наукой? Что вызывает у вас ощущение достоинства, ощущение счастья? Почему вы выбрали этот путь, а не другой? Не разочаровались ли вы? Что может вас поддерживать? Или что вызывает у вас досаду? Пожалуйста, кто хочет высказаться? А можно вопрос к вам? Вот у вас лекция или выступление, дискуссия называется «Как достойно жить и заниматься наукой». Вы много примеров сегодня привели. Но все-таки как совет, как рекомендация для всех нас, может быть, вы подытожите это выступление. Все-таки, в частности, для молодого поколения, что нужно сделать, чтобы жить достойно? Спасибо. Давайте быстро четыре пункта. Просто я следую за вами. Первое. Вы все сказали, что у вас вызывает ощущение достоинства, что жизнь проживается не зря. Еще раз. Очень короткая, единственная жизнь, которая у нас есть. Если вы постоянно действительно имеете контакт с чем-то по-настоящему новым. Если вы живете в атмосфере открытия. И это правда так. И вы должны, в первую очередь, быть бескомпромиссны в этом отношении. Вы не должны заниматься скучными вещами. Как мне сказал один нобелевский лауреат, такой Джон Герден, который причастен к открытию стволовых клеток. Его вышибли из школы в девятом классе за неуспеваемость по биологии. И он сказал мне, что я не понимаю двух вещей, скучного и сложного. Его лекции это такой фантастический образец прозрачности и ясности. Он получил в итоге рыцарское звание за свои эксперименты и нобелевскую премию. Вы должны быть бескомпромиссны к скуке и по отношению к скуке к неинтересному. Вам не должно быть скучно и неинтересно. Вы не должны этого терпеть. Вы должны постоянно двигаться к тому, что вам интересно. Когда мы говорим про результат, вы должны увидеть результат. Это тоже так. Вы должны действительно доводить то, что вы делаете, до результата. Или, по крайней мере, видеть опосредованно, что хотя бы инструмент, который вы в итоге разработали, инструмент, который вы получили в руки и дали в руки другим, этот инструмент может быть использован для получения результата. Что касается семьи, это сложный вопрос. Это вопрос, наверное, единомысля. Работать очень важно с единомышленниками. Ну и жить важно с единомышленниками. Ваши члены семьи должны разделять ваши ценности. Им должно быть тоже интересно то, что вы делаете. И важно то, что вы делаете. В семье должен быть культ любопытства. Вы должны вместе ехать через весь город, смотреть на звезды и не спать ночью, если вам всем это любопытно и интересно. Вы должны просто все бросив ехать, смотреть пролет журавлей, когда вы можете увидеть одновременно 200 журавлей на близком расстоянии. Должен быть культ любопытства. Только тогда ваша семья будет счастлива. Есть масса примеров, чудовищных антипримеров, очень жестокого насилия, которому какие-то ученые подвергали свои семьи. В истории есть такие примеры. Например, Рамон и Кахаль, который научился прокрашивать нейронные цепочки серебром. Его дочь фактически умерла от туберкулеза. Маленький ребенок просто из-за той бедности, в которую он вверг в свою семью. Он просто захлопывал дверь, уходил в лабораторию и работал. Это был его выбор, но я не уверен, что он всем годится. Поэтому я думаю, что семья должна быть вашими единомышленниками. И что касается денег, признание коллег, это очень важно. Это, кстати, страшно важная вещь, действительно. Я думаю, важное, чем я хочу подытожить, это что вы не должны искать никаких коротких путей к этому признанию. Никаких срезанных углов. Это признание должно быть честно заработано. Только тогда оно будет поддерживать чувство достоинства. Вы можете быть увешаны регалиями, как новогодняя елка с головы до ног. Сейчас очень много новых академий напридумывали, в которые очень несложно вступить. Но это не будет вас поддерживать. Вас будет поддерживать ощущение честно пройденного суда коллег. Это, в первую очередь, публикация в рецензируемых журналах. Это честно защищенные диссертации. Это импакт-фактор тех журналов, в которых вы публикуетесь. Чем более высокий импакт-фактор, тем более строгий суд вы преодолели. Тем более реален ваш результат. И пускай это будет один небольшой результат, но очень настоящий. Пускай на него идет 2-3 года. И важно признание более широкого общества, хотя бы экспертного сообщества, которое определяет, сколько вам дадут денег на ваши исследования. И, видимо, важно не жить за чертой крайней бедности, если только вы не относитесь к какой-то тысячной доле процента людей, которым это не важно. Наверное, это все, что я хотел сказать. Спасибо. Спасибо. Я, к сожалению, здесь не все время находился, но мне кажется, что на этом нет одной вещи очень важной. Это радость, это общение с умными людьми, с которыми обычно общаются люди, которые находятся в научном кругу. И в этом плане, мне кажется, что еще очень важная составляющая – это, если у молодого, особенно студента, аспиранта, молодого ученого, если у него действительно серьезный и заинтересованный в нем научный руководитель. Вот это вот тоже очень важная составляющая. И я пока что вот пока вот здесь находился… Это не было, мы это не обсудили, это очень важно. Ну вот я просто и с Сергеем Поповым, и с Егором Датиреевым очень близко общался много времени. Вот мы это обсуждали тоже, и вот они тоже говорили, что на своих выступлениях очень серьезное внимание уделяют этому вопросу. Но вот если еще и научный руководитель умеет доходчиво правильно объяснить задачу, правильно поставить цели, правильно обеспечить процесс, и потом похвалить, если эти цели достигнуты, то это, в общем-то, действительно счастье, которое нужно бороться именно правой частью вот этого. Спасибо. Вы мне на самом деле напомнили целую какую-то важную мысль, которую я забыл сформулировать. Я интуитивно это чувствовал всю дорогу, но в таком словесно сформулированном виде я впервые это услышал от такого человека по имени Павел Певзнер. Это человек из компьютер-сайенс, айтишник фундаментальный. Он получил когда-то мегагранд российского правительства и вернулся из Калифорнии, довольно много здесь проработал. Если вы найдете мое интервью с ним на сайте snob.ru, он говорит очень важную вещь. Многие университеты в мире и многие колледжи на первых четырех курсах до уровня бакалавра часто бывают просто то, что называется teaching college. В них сотрудники умеют учить студентов. Это хорошо отработанные практикумы, хорошо отработанные семинары, набор экспериментов, если мы сейчас с вами говорим про экспериментальную науку. И там умеют выучивать хорошо бакалавров. И это хорошо для молодых людей на первых четырех курсах. Но дальше чрезвычайно важно на стадии аспирантуры оказаться в атмосфере открытия. То, о чем вы сейчас сказали. Очень важно оказаться в среде, где старшие люди бескомпромиссно занимаются настоящей новой наукой. Какой-то делает это по-настоящему. Мне кажется, вот этот тип научного руководителя, исследователь, который занимается у вас на глазах актуальной наукой, он чрезвычайно важный. И очень опасно и плохо на стадии аспирантуры не оказаться в такой среде. Это может на всю жизнь дать прививку скуке. Заложить прививку к тому, чтобы идти к предсказуемому результату. Если это, опять же, такое место, где просто штампуют кандидатов в наук, не заботясь о... А сама лаборатория при этом не производит ничего нового, при этом реально не производит научного результата. То есть, для студента, который не знает об исследованиях, это просто лотерея получается, да? Он же делает выбор. Он делает выбор. Студент, который идет в аспирантуру, он делает выбор. И я хочу сказать всем, кто сейчас на стадии студенчества находится, вы в привилегированном положении, мало, трудно найти хорошего аспиранта. Это вы выбираете во многом, да? Вы должны найти хорошую лабораторию, про которую это просто сделать. Вы должны узнать, сколько из нее хороших публикаций выходит в год в журналы с каким-то ощутимым импакт-фактором, желательно международных. И вы можете дальше обивать пороги этой лаборатории и уговорить вас взять туда. Может быть, не с первого года, но это ценнее, чем оказаться в какой-то фабрике по штамповке кандидатов наук. В такой лаборатории вас на всю жизнь научат любопытство и дадут инструменты по его удовлетворению за счет налогоплательщиков. Как говорят, да? Наука — это удовлетворение собственного любопытства за счет налогоплательщиков. В этом смысле действительно научный руководитель — это не просто ваш патрон, не просто человек, который поможет вам получить тот самый диплом, который вы хотите. И это действительно человек, который может в очень значительной степени заложить ваши возможности к той самой достойной жизни, про которую мы сегодня хотели поговорить. Нет еще какие-то мнения или добавления? Тогда спасибо. Вопросы будут еще какие-нибудь? Нет, да. Тогда я бы хотел предоставить слово Приченко Валерию Ивановичу, зампроектора по внедрению передовых технологий. Коллеги, значит, очень приятно слышать, что всем нашим гостям понравилось само мероприятие, самая главная организация. Мы очень рады этому и надеемся, что вы еще согласитесь в наших стенах провести такие мероприятия. Это первое. Второе. Очень надеюсь, что для наших студентов было полезно услышать и Илью, и молодых ученых, а самое главное юных наших ученых. Мы думаем, что юные товарищи, мы рады будем увидеть вас в наших стенах, чтобы вы пополнили ряды наших студентов. Ну а все, кто присутствовал здесь, надеюсь, услышали и увидели, что участие в этом мероприятии, участие в премии «Глобальная энергия» – это реальный результат, и все перед вами открыто. И вы можете посмотреть на товарищей, которые уже стали лауреатами. Да, нам показали хороший фильм, который конкретно показывал, где можно стать уже, как говорится, получить Нобелевскую премию по энергетике, как называется это. Ну и надеюсь, что мероприятие, которое прошло, помогло вам продвинуться в желании все-таки стать учеными и достигнуть в своей жизни тех вершин, которые вы перед собой нарисуете. Не бойтесь мечтать. Все, всем спасибо. Желающие расписаться на баннере могут подойти, оставить свою память, что они присутствовали на таком мероприятии. Все, всем спасибо. Все, всем спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok